Вот этот стабилизатор гарантирует работу котла при урагане в 100 метров сутров. Бывает так, что срывает пламя с основной горелки. Так как горячий газ легче, чем холодный, он ударился и по направлению пошел в тягу. Это стабилизатор тяги. Горелки на него даже ценника нет. Это новый продукт. А как он работает? Расскажите? Как он совмещается? Установляется он вот здесь, в датчике. Датчик ставится куда? Ставится здесь? Нет. Специалист технически пришел. Ребят, можно я положу свою? Конечно. Для чего вы ее создавали? Есть какая-то, значит, проблема, да? Да. Говорите о проблеме. Расскажите нам, зрителю расскажите. Значит, напольные котлы... Давайте по-другому. Котлы работают в зимний период времени, где есть ветров, порывы ветров больших. Вот, когда большие порывы ветров, бывает так, что срывает пламя с основной горелки. Горелка. Да, и тухнет котел, особенно неприятно, это ночью, когда ветра особо усиливаются. Соответственно, был разработан стабилизатор тяги, который при урагане в 100 метров в секунду способен продолжить такую работу. То есть, вот этот стабилизатор гарантирует работу котла при урагане в 100 метров в секунду. Чтобы вы понимали, это бешеная просто скорость, друзья. Да, да. У нас ураган в среднем это 25 метров. То есть, вот это, скажем так, устройство гарантирует при 100 метрах работу. То есть, он выравнивает тягу. То есть, он ее стабилизирует. То есть, сама конструкция сделана таким образом, что если порыв ветра идет больше одной минуты, больше одной минуты, здесь устанавливаются дачи тяги. У нас работает котел, идут горячие газы. Газы пошли, да. Пошли. Они ударяются в отсекание. Так как горячий газ легче, чем холодный, он ударился и по направлению пошел в тягу. В случае того, когда идет обратная тяга, у нас получается здесь равновесие. Горячему воздуху деваться некуда, он перенаправляется и идет вниз. В нижней части располагается датчик тяги, который, если у вас ураган больше одной минуты, он срабатывает и отключает котел. То есть, у нас по ГОСТу положено, что в случае обратной тяги больше минуты, чтобы люди не угорели, не возникло никакого пожароопасного момента или взрывоопасного момента, котел не должен работать больше 50 секунд. Датчик, еще датчик, где он устанавливается? Датчик, он устанавливается вот в этой месте. Эти датчики идут с вашими как вами, они едят? Да, да, да. То есть, в комплект идет стабилизатор тяги, провода, которые контактируются с автоматикой и непосредственно датчиками. Котел может работать в течение одной минуты. Если у вас идет ураган, в трубу именно, непосредственно в трубу вам дует. То есть, вот если в трубу будет дуть больше минуты, тогда он сработает. Ну, в жизни, по-моему, если вот этот период до минуты, если свыше минуты, он выравнивает эту тягу, то полная работа. Если больше одной минуты, то датчик отключает котел. То есть, у вас по нормам одна минута, если... Не у нас по нормам. Это в России ГОСТ, который гарантированно обязует работу напольного оборудования стабильно работать, не тушить основную запарную горелку, и там трактуется прекращение газа на горелке. То есть, полное прекращение подачи газа. Вот так вот, как мы просто сказали. То есть, при завале или обратной тяге, котел должен отключиться в диапазоне 10 и рэп 59 секунд. Вот, то есть, при, наоборот, большой трубе, высокой, скажем так, когда у нас атмосферное давление выросло, у нас начинает тяга, наоборот, избыточная происходить, и вытягивает все с котла. То есть, если бы у нас здесь стояло обычное колено, как в 80, да, наверное, в 90% случаев, если не встать, и вот обычная труба колена, и в дымоход, при увеличении атмосферного давления у вас КПД котла уменьшается резко, потому что все тепло начинает вытягиваться в помещение улицы. То есть, получается, в течение 10-59 секунд позволяет выровнять давление. Если он выравнивает давление, значит, котел работает дальше. Если он минута прошла, не выровнял давление, то, соответственно, он отключает его. У нас основное направление, это напольные котлы. На напольном котле вот этот стабилизатор, он обеспечивает стабильную работу котла в различных погодных условиях, независимо, высокое или низкое давление, высокая, низкая тяга, потому как при высокой тяге будет браться кислород из помещения, при низкой тяге из помещения не берется, как я сказал, теплый воздух тянется, сам выдавливает вверху. Вот. И при обратной тяге у вас защищает от срыва пламени, от выходов языков пламени из объема топки К2 и так далее. То есть, она направлена не только, чтобы вы понимали, на завал. Сколько лет прошло, чтобы вы запустили эту продукцию с вашего капота? Ну, то есть у вас... Это мы презентуем. Это мы, скажем так, стабилизация. Это не первый проект. Это не первый проект, он уже отработанный, мы его сейчас презентуем. Для того, чтобы показать, что она есть. Да. То есть мы сделали, сымитировали в своей лаборатории стенд, где напрямую делаем поток воздуха 100 метров. Вот. И проверяем. У вас есть лаборатория, которая позволяет проводить испытания. На вашей базе это получилось. Так, здесь собирают плюс, здесь минус. То есть эта система у вас будет собираться по подымам. По подымам. Здесь все на плёс, сварочки, здесь цирк. Ну, ладно, это, друзья, уже такие детали. Есть такой сегмент. Да, друзья, по дыму собирается, потому что вы не можете собрать ее по газу, если здесь нет газоплотной системы. Но это атмосферник, поэтому я вам не советую атмосферники собирать здесь по конденсату. До тройника. А тройника, конечно, уже по конденсату. Очень приятно было работать. Честно, просто шел. Да, зашел, увидел. Все, что меня интересует, меня привлекает. Очень приятно с вами пообщаться. Подкованность, хорошего дня вам, настроения. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...